Привет, друзья! Меня зовут Асеев Василий, и в этом видео мы поговорим с вами на очень актуальную и острую тему. А именно, блокировка социальных сетей и ограничения на видеохостингах. Эти ограничения коснулись практически всех. Представителей бизнеса, блогеров, СМИ, Digital SMM и маркетинговых агентств, так и обычных пользователей. Актуальность и острота темы постоянно растет. Практически еженедельно появляются новости о блокировке различных соцсетей на территории РФ. Уточняются нюансы и последствия от продолжения их использования. В этом видео как раз разберемся в том, чем грозит блокировка социальных сетей и объявления их экстремистскими. Чего ждать дальше? Какие соцсети могут заменить заблокированные? Как многие уже знают, 21 марта 2022 года организация МЕТА, в нее входят всеми известные нам Инстаграм и Фейсбук, была признана на территории РФ экстремистской организации. Фейсбук и Твиттер заблокированы в России с 4 марта, а Инстаграм с 14 марта. Фейсбук и Инстаграм официально теперь организации запрещены на территории РФ. Использовать и демонстрировать их логотипы тоже запрещено. Например, гипермаркет «Ашан» теперь предупреждает покупателей о наличии логотипов запрещенных социальных сетей на упаковках товаров. Многие юристы утверждают, что привлечь к ответственности могут за публичную демонстрацию логотипов на сайтах, на дверях магазинов и кафе, на автомобиле и в социальных сетях, на постерах и визитках. Это будет основанием для привлечения к административной ответственности вплоть до 15 суток ареста. Чтобы избежать возможные проблемы, добавьте рядом с логотипом сети пометку «Запрещенные в России организации». А что же с WhatsApp, который также принадлежит мета? В сети есть заявление, что WhatsApp было решено оставить. У него нет функции по публичному распространению информации. Хоть мессенджера WhatsApp пока решение о блокировке не коснулось, многие пользователи все активнее бегут в Telegram. Что ж, ждем дальнейшего развития событий. Ну и куда же мы без TikTok? Администрация популярной в России соцсети TikTok 6 марта объявила об остановке прямых трансляций и загрузке нового контента на территории России. А теперь давайте разберем, как все эти блокировки повлияли на разных пользователей. Погнали! Для блогеров блокировка социальных сетей, особенно Instagram, и приостановка монетизации в YouTube – довольно серьезные потери. Ведь для многих эти социальные сети были не просто работой и средством заработка, а большей частью их жизни. Видеохостинг YouTube в середине марта полностью приостановил все функции монетизации для российских пользователей. Российские блогеры лишили заработка на YouTube. Google приостановил продажу контекстной рекламы в России, в том числе и на YouTube. За просмотры из РФ теперь не платят, а выручка от AdSense равняется нулю. Вначале это правило касалось только государственных СМИ. Сейчас авторы контента на YouTube теряют аудиторию, которую многие покупали с помощью таргета и рекламы у других блогеров. Рекламные контракты, потому что блогеры пока не спешат вкладываться в социальную сеть, которую в ближайшее время могут признать экстремистской. Донаты, потому что YouTube отменил спонсорство и Patreon закрылся для России. Возможность продавать свои продукты, потому что в текущем обстановке аудитория может воспринимать продажи агрессивно. Доход от размещения рекламы видео на YouTube. Многие блогеры сейчас стараются вести сразу несколько аккаунтов в разных площадках, пытаясь перестраховаться в этой ситуации. Помимо блогеров, в том же Instagram есть предприниматели, малый бизнес, для которого эта площадка была крупным, если не единственным каналом продаж, которые приносили клиентов. К примеру, цветочники, товары на заказ, маникюр, украшения, макияж, одежда и другое. Им сейчас тоже приходится в срочном порядке создавать аккаунты в других социальных сетях и успевать переманить туда хотя бы какую-то часть аудитории. А перегоняется аудитория у большинства не так хорошо, как хотелось бы. Многие начинают развивать свои аккаунты ВКонтакте и Телеграм с нуля или после того, как много лет назад забросили их. Сложнее всего, конечно, приходится SMM-агентствам, таргетологам, SMM-специалистам, деятельность которых была практически на 100% завязана на Instagram. Многие таргетологи и SMM-щики остались без работы, так как рекламу Facebook и Instagram сейчас и физически не разместишь, не говоря уже о риске уголовной ответственности. Да, таргетированная реклама есть в ВКонтакте, но там она устроена немножко по-другому. И специалисту, который никогда не имел дела, понадобится время, чтобы разобраться в том, как все работает. Многие SMM-щики пока просто в растерянности и не понимают, стоит ли вкладывать силы в Instagram или лучше предлагать клиентам сразу переходить на другие социальные сети и развиваться уже там, зачастую как раз с чистого листа. В целом, маркетинговые и рекламные агентства сейчас переживают не лучшие времена. Помимо блокировок соцсетей, возможность размещать рекламу приостановил Google Ads. И у многих в аккаунтах просто зависли рекламные бюджеты. А это значит еще и то, что конкуренция в Яндекс.Директе, которая и так была довольно высокой, вырастет еще сильнее. И, конечно, стоимость привлечения клиента станет дороже. Плюс общая ситуация с ростом цен буквально на все привела к тому, что многие клиенты, агентств вообще приостановили свои рекламные проекты. Чтобы выжить в текущих условиях, многим придется осваивать новые площадки, предлагать бизнесу нестандартные стратегии продвижения и искать клиентов другими доступными способами. Активно развивается направление продвижения товаров через Wildberries, Ozone, Яндекс.Маркет, а также товаров и услуг через Авито. Поэтому обратите внимание и на эти площадки. Так как Instagram и Facebook признали экстремистскими организациями, то вполне вероятна ситуация, когда санкции за пользование социальными сетями будут применять даже к обычным людям. Пока не было практики юридической ответственности за пользование данными социальными сетями Facebook, Instagram и Twitter и публикации на запрещенных ресурсах. Но это вполне может произойти в виде показательного наказания. Например, если кто-то напишет антиправительственный пост, обычные пользователи тоже пострадали от блокировок. Конечно, они не потеряли доход, как рекламные агентства или блогеры. Но такой принудительный переход в другие соцсети, например, нравится немногим. Конечно, есть и те, кто после заявления Мета принципиально ушел в другие площадки, чтобы выразить свое несогласие с этой позицией. Напоминаю, что недавно компания-владелец Facebook и Instagram сообщила о том, что она не будет наказывать пользователей за угрозы в отношении российских военных. Но таких пользователей, кто перестал полностью пользоваться Facebook и Instagram, все-таки немного. Многие продолжают пользоваться запрещенными соцсетями через VPN. Кто-то рассказывает, что все работает без всяких ухищрений, а кто-то принципиально переходит на другие площадки. Например, в Telegram или ВКонтакте. Пока всеми заблокированными социальными сетями можно пользоваться через VPN. Это специальная программа, которая помогает зашифровать геолокацию пользователя. Следовательно, система думает, что человек находится не в России, а где-то в другой стране. И дает ему возможность свободно зайти на тот или иной заблокированный сайт. И сейчас люди так и поступают. Тем более, правительство заявило, что наказание для пользователей, которые будут обходить блокировки, пока не предусмотрено. По нашим наблюдениям, трафик в заблокированных социальных сетях пока не так сильно упал. Скорее всего, это связано с тем, что большинство из пользователей – люди в возрасте до 34 лет, которые хотят и умеют разбираться в новых технологиях. Поэтому пользоваться VPN для них нетрудно. Чего ожидать дальше? Главная проблема кроется в том, что помимо соцсетей, правительство понемногу начинает блокировать отдельные программы для VPN. Это может привести к тому, что обычным пользователям станет неудобно заморачиваться с доступами, и они просто перейдут в другие социальные сети. С каждым днем вероятность блокировки YouTube становится все выше. Во многих регионах России, в первую очередь в Москве, Санкт-Петербурге, начались перебои с работой видеохостинга YouTube. Официально Роскомнадзор не подтверждает блокировку ресурса на территории РФ, но многие пользователи считают, что сервис будет заблокирован уже в ближайшие дни. Сейчас мы наблюдаем блокировку сервера с картинками и отсутствие иконок и обложек у каналов, статичного контента. А это уже сигнал. Технически сделать это вполне возможно. Вот какие площадки в перспективе смогут заменить запрещенные. Вконтакте. Площадка предлагает много возможностей для монетизации блога. Например, сбор донатов, размещение рекламы в своем сообществе и внутри видео, продажи мерча и так далее. На фоне последних новостей ВК даже предложили блогерам в течение месяца получать 100% рекламного дохода. То есть не платить сервису никаких комиссий. Плюс для малого бизнеса, который решит развиваться в ВКонтакте, есть возможность прямо на площадке создавать витрину товаров и даже организовать их доставку. А еще, как мы уже говорили, ВКонтакте есть таргетированная реклама. В ленте, в сторис и в клипах. Телеграм. Это основная площадка, на которую после объявления о блокировке Инстаграм начало переходить большинство блогеров. Какой-то централизованной системы монетизации, которую предоставляла бы площадка, в Телеграм нет. Но на каналах свободно можно размещать рекламные посты и оставлять ссылки на сбор донатов. Яндекс.Дзен. Там можно делать не только текстовые посты, разбавленные картинками, но и выкладывать видеоролики. Монетизация площадки сейчас в процессе изменений. Пока понятно только то, что авторам контента будут платить не за размещение рекламы, а за количество подписчиков и их взаимодействие с публикациями. Одноклассники. В регионах чаще придерживаются стабильности и продолжают пользоваться и этой соцсетью. Поэтому изучите, есть ли там ваша целевая аудитория. И если да, то не стоит игнорировать одноклассники. Тем более, судя по статистике Вордстата, по нейтральному запросу социальной сети, одноклассники находятся в топе популярности. Мессенджеры, WhatsApp и Viber. Если вы боитесь блокировки WhatsApp, можно перенести оттуда все чаты в Телеграм. Viber – второй популярности мессенджер в РФ после WhatsApp. Им владеет японская компания. Мессенджер пока не планирует уходить с российского рынка. Роскомнадзор также не высказывал намерения заблокировать Viber. Единственное ограничение на текущий момент – отключение рекламы на территории Украины и РФ. TikTok. Вопреки популярному мнению, в TikTok сидят не только школьники. В прошлом 2021 году 44% российской аудитории составляли люди в возрасте от 25 до 44 лет. Да, формат контента там ограничен. В соцсети можно выкладывать только короткие видео до 3 минут. Но, например, если раньше вы часто использовали Reels и Instagram, то TikTok может быть вам полезен. С 6 марта соцсеть запретила пользователям из России выкладывать новые видео. Но, скорее всего, это временная мера. Да, и ограничения можно легко обойти с помощью все того же VPN. Среди популярных в России социальных сетей угроз отключения также отсутствуют для сервисов. Мой мир, Ярус, Я молодец, аналог TikTok. И для RoTube, который может заменить собой YouTube. Также многие активно регистрируются и развивают TenChat – деловую социальную сеть, вдохновленную заблокированным LinkedIn. Если вы активно пользуетесь какой-то соцсетью или мессенджером, желательно заранее завести аккаунт на другой платформе и сообщить всем друзьям, клиентам, подписчикам, где вас можно найти на случай его блокировки. Друзья, тема блокировки соцсетей находится в процессе своего развития. Мы ежедневно наблюдаем за обстановкой. Информации много. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Не забудьте подписаться и поставить колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. А вам еще раз спасибо. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok